К «Зелёному рекорду» присоединился и Мурманск водоканалу. На одну из площадок вышли около 50 сотрудников предприятия. Через 5 или 10 лет на этом месте будет настоящий полисадник. Подробнее у Марии Рябинковой. В 11-й раз в столице Заполярья состоялась хорошо знакомая с северянам акция «Зелёный рекорд». За годы существования проекта в Мурманске высадили около 50 тысяч новых деревьев и кустарников. В этот раз работа по озеленению кипела и на территории одного из популярных торговых центров города. По традиции организаторы акции предпочтение отдали тем растениям, которые адаптированы к северному климату. Например, здесь посадили черноплодную рябину, сирень и спирею – целых 300 саженцев. Территорию для этого подготовили заблаговременно. Завезли грунт, а в день акции предоставили волонтерам весь необходимый инвентарь. Саженцы весьма хорошие, питомники проверенные, в которых они выращивались. Всё, я думаю, будет благополучно у нас. В «Зелёном рекорде» участвуют сотрудники крупных предприятий, студенты, школьники и все неравнодушные. Например, коллектив Мурманского водоканала уже не первый год помогает озеленять город. Порядка 40-50 сотрудников пришло. Они вот в майках с детьми, всем нравятся, все активно участвуют. Акция хорошая. Мы будем участвовать в будущем году. Такие акции объединяют поколения. У всех здесь есть своя работа. Ну, прикольно. Это выполнил долг каждого мужчины – посидеть дерево. Мне понравилось это – покопать лопатой. Мы же так обогащаем всю планету. Был в Белоруссии, думали, вот как красиво же там, а понял, что надо удобрять наш город, чтобы он был красивее, чем Минск. Взрослые любовь своих чад к родному городу поддерживают и сами рады принять участие в его «Зелёном преображении». Проводя земляные работы на территории области города, вот таким образом, мы пытаемся сделать наш город чуть-чуть красивее и наших жителей немножко счастливее. Обожаю природу, зелень, особенно сирень. И теперь будет радовать всех бурманщан чудесная аллея. У нас на севере зелени очень мало, поэтому мероприятие очень даже хорошее. После того, как хорошенько потрудились на свежем воздухе, можно и вкусно перекусить пирожками с горячим чаем. Субтитры создавал DimaTorzok